Что мешает спать? Почему мы не можем долго уснуть или не спим вовсе? Как засыпать? Создание вечерней рутины. Как просыпаться? Создание антипода вечерней рутины, утренней рутины. Ранее мы говорили о том, как создать режим дня и как его улучшить. Но если подумать, это довольно простое занятие. Взял, сделал, взял, сделал, взял, сделал. Но существует одно препятствие. В любом деле существует изначально одно препятствие. Это внимание, а точнее его отсутствие. Если мы не будем следить за нашим вниманием, оно будет беспринципно. То есть не опирается ни на какие принципы важные для нас, ни на какие вещи важные для нас. И бесконтрольно. Мы не сможем ни на чем сконцентрироваться. И поэтому нас будут отвлекать различные факторы. Такие как музыка, родные, близкие, неблизкие, неродные, взрывы, световые мечи. Это все что угодно. В зависимости от того, что происходит у вас в жизни. И поэтому внимание будет угасать. Важно понимать, что внимание – это объектив нашего мозга, который имеет две стороны и две функции. Две стороны внимания – это внешний мир, то, что нас окружает, и внутренний мир, то, что на самом деле происходит в нашем восприятии. Наше внимание имеет две функции – концентрация и деконцентрация. Поскольку иногда необходимо сконцентрироваться на определенной идее, а иногда необходимо расфокусироваться в поиске чего-либо. Известный сыщик Шерлок Холмс называл дедукцию поиском правды. Или, проще говоря, он и шел от общего к частному. Методом дедукции можно исключить факторы, которые отвлекают внимание по одному или несколько. Также Холмс использовал свой чердак внимания на всю катушку, пихая туда только то, что необходимо, что он счел нужно положить в свой чердак. Поскольку, как он сказал, дурак положит туда все, что угодно. Но нам ведь с вами нужно то, что мы хотим. Человеческий мозг – это пустой чердак. Куда можно бить все, что угодно, дурак так и делает, тащит туда нужное и не нужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке всегда под рукой. А лишнего хламу мне не нужен. Однако и метод индукции не менее важен, когда мы используем метод от частного к общему. Например, мы потеряли ключи. И нам нужно найти их на пути, где мы были. И тогда мы думаем, что мы сидели вот там, мы вот здесь постояли, мы здесь попили чай и так далее. На голове представляем общую картину и в нем выделяем частные моменты, в которых мы могли потерять эти ключи. Известный факт, что Шерлот Холмс заблуждался. Его момент дедукции был наоборот от общего к частному. Но Шерлот в фильме, в сериале, в фильмах и в сериалах был совсем другим. Он шел от детали к общим моментам. Как раз таки это метод индукции. А метод дедукции позволяет нам обратно сделать от детали к общей картине к детали. Для фокусировки нам необходимо отключить сначала внешние раздражители. В первую очередь это нужно сделать у себя в уме. Потому что если мы этого не сделаем, у нас будет такая же картина. Просто приглушенная. Если представить отсечение лишних звуков, лишних картин, которые у нас в голове есть, то нам необходимо использовать режим шумоподавления. В наушниках, как в этих AirPods'ах, можно сказать, есть этот режим шумоподавления. То есть он гасит все внешние шумы и мы можем тупо сконцентрироваться на музыке, которая у нас будет там, в наушниках. Соответственно, и в мире мы должны точно так же использовать эту систему шумоподавления. Что я имею в виду? Конечно же, это в первую очередь в голове отсекать лишние факторы. Допустим, нас раздражает наш товарищ. Он постоянно сидит, порочается, он постоянно ерзает, жует ручку и так далее. Не смеетесь, есть такие люди, которые жуют ручку. Но факт в том, что это раздражитель и он нас раздражает. И вопрос в том, как же это перекрыть? Перекрыть нужно в первую очередь психологически у себя в голове. Если мы этого не делаем, у нас нет фокусировки, у нас нет отсечения внешних факторов. Для этого при выполнении какого-либо задания можно использовать технику Помодорро, которая корректирует ваше внимание на определенном предмете в течение ограниченного времени. Рекомендую использовать приложение Focus To Do. В нем есть таймер на задачи, который отсчитывает время на работу и отдых. Задачи можно выполнять в каком угодно порядке и называть как угодно. В течение этого времени можно не беспокоиться о том, что у вас есть другие дела, что вам нужно что-то сделать, что вы что-то забыли и так далее. У вас все распределено. У вас выделено время, а то, чтобы сделать то, что вы хотели сделать. И у вас есть отдых. 5 минут вполне достаточно, чтобы отдохнуть. Я предпочитаю работать по ситуации. Если я могу дальше работать, я буду дальше работать. Но, в принципе, отдых это не менее важная штука. Потому что концентрация внимания должна быть временная. Она не должна длиться миллионы часов. Я говорю, что моментальная концентрация внимания. Когда мы заняты одним делом, если мы будем миллионы часов заниматься этим, конечно же, наш мозг устанет. Длительность фокусировки определяет то, как вы сможете определять свою концентрацию и деконцентрацию в вашей жизни. Например, в курсе системное мышление 2022 есть к этому курсу подкурс введение системное мышление. И там есть такая система разделения внимания. Для того, чтобы сфокусироваться на каком-то деле, необходимо изначально сделать предфокус. Что я имею в виду? В момент того, когда мы делаем какое-то занятие, мы можем отвлекаться часто, постоянно, и это будет мешать. Но никогда в голове не возникает мысли о том, а как это прекратить? В первую очередь нужно сделать предфокус. Фокусировка на фокусе. Мы концентрируемся на концентрации. Это, конечно, безумно масляное масло. Но все-таки мы должны следить о том, что вот я отвлекся в этом моменте, значит, в этом моменте мне снова нужно перевести фокус таким образом, чтобы я смог продолжить работать дальше. Если представить систему, то у нас есть велосипед, и у нас есть цепь на этом велосипеде. Мы едем, едем, едем. Велосипед – это наш фокус. И цепь вдруг слетает, в него попадает камушек, палка, абсолютно неважно. И тогда наш фокус расфокусируется, мы перестаем думать, мы перестаем заниматься каким-то делом. Но, если же это поставить обратно, я имею в виду цепь, цепь поставить на звездочки, и поехать дальше, то фокус продолжится. Главное, как можно больше делать и стараться, не отвлекаясь. Чтобы не сбить фокус, для этого и нужна простая редактура фокуса в порядке выполнения работы. Например, сейчас я сфокусирован на написании сценария. А сейчас я сфокусирован на записи этого видео. Это и есть фокус предфокуса. Или предфокус фокуса. Как вам удобно. Лично мне нравится предфокус фокуса, потому что я концентрируюсь на том, чтобы закрутить свою концентрацию на необходимое место, чтобы потом продолжить следующий момент. С умением держать предфокус до фокуса можно осилить и другие моменты длительного внимания. О чем я говорю? Конкретно, когда вы делаете занятия, которые занимают минуты, часы, вам необходимо с точностью держать фокус для того, чтобы понимать, что вы конкретно делаете. Для этого первоначально нужно установить предфокус. Без этого никакая работа не поможет. После этого мы будем фокусироваться на том, что мы конкретно сейчас делаем. И делать это без отвлечения, потому что мы уже исключили внешние факторы, но теперь нам нужно концентрироваться на самом деле и выполнять его строго по нашему определенному плану. Глубокая работа, или Deep Work, без отвлечения и написания длинных текстов. Все они тут. Долгое время на учебу, без отвлечений, тут. Классическая собранность в бытовом понимании, тут. Если внимание не удерживается на длительном расстоянии, то о каком выполнении задач можно говорить. Если нет собранности в практике, то вы и не прочтете, не додумаете, не напишете. Третий пункт говорит о том, что с получением фокусировки на длительный период, о котором мы говорили про часы и минуты, эта фокусировка переходит в разряд более длительного. Это дни, месяцы, а иногда и даже годы. О чем я говорю? Как только мы научились фокусироваться на длительный период, мы можем прививать себе хорошие привычки или мы можем уже знать по фокусировке, как нам быстро сконцентрироваться на деле. Ведь сам факт фокусировки на деле это и есть привычка. Чем быстрее мы его разовьем, тем быстрее мы будем выполнять и другие дела. Это бустер своего рода. Это не значит, что вы сразу будете понимать астрономию или вы сразу поймете ядерную физику. Но это значит, что вы быстрее будете вникать в эти моменты. Соответственно, вы сможете делать свою жизнь лучше и лучше. Поэтому после длительной фокусировки в минуты и часы необходима фокусировка в дни, месяцы и годы, которая будет формировать ваши привычки, которые будут формировать дальнейший шаг. Нужно удерживать внимание дней, месяцы, на навыке до надежной беглости в применении. Разнообразное обучение тут, изменение образа жизни тут, собранность для реализации сложных и длительных проектов именно тут. Освоив все три ступени, о чем я имею в виду, это маленькая фокусировка на минуты, секунды, это более длительная фокусировка на часы, минуты и еще более длительная фокусировка на дни и месяцы, вы сможете получить дальнейшую ачивку. Это мультифокусировка, которая собирает в себе эти три шага. Что я имею в виду? С мультифокусировкой можно будет использовать все эти ачивки для того, чтобы улучшать полностью свою жизнь от начала и до конца. Это самый главный фокус, который вам необходим. Потому что, если у нас не будет тех трех шагов, мы не сможем улучшить свою жизнь. Это превратится в какой-то фарс. Тут влияем на судьбу, планируем достижение какого-то мастерства. Тут задаемся вопросом, кто я? Управляем общим уровнем рабочего стресса. Если нет осознанности в этом масштабе времени, каждый раз вы будете удивляться, как это вы умудрились зря потратить время своей жизни? Исключение внешних факторов предполагает усиленную работу мозга. Что я имею в виду? То есть, если мы фокусируемся, у нас отсекаются внешние факторы. Все-таки, это довольно глубокая и тяжелая работа для мозга. Но, для того, чтобы мозг нормально функционировал, нам необходимо еще и, чтобы тело смогло выдерживать эти нагрузки. Если этого не будет, то, соответственно, у нас пойдут проблемы вплоть до глубоко психологического характера. Это довольно больная тема. Если ваши мышцы, которые не должны работать в данный момент, напряжены, то это напрямую будет влиять на ваше состояние. Не зря в рекламах средств против боли в спине или ногах показывается, как мужчина играет с ребенком и вдруг у него возникает боль. Это влияет на фокус вашего внимания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Именно по этой программе Именно в этой программе Об использовании данного сервиса Будет в следующих выпусках Вы имеете сознание Как и любой человек на планете Воспользуйтесь им Не довольствуйтесь случайным блужданием внимания И не забывайте про внимание К внешнему миру Но и внимание к происходящему внутри вас В мозгу И в конце я хочу процитировать Одну цитату из фильма Чем больше сила Тем больше и ответственности Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...